Дом король шорных сразу видно стеснен, то есть наш белокольный слон подстрелил. Как это называется, так сказать, культурно? Культурно? А стесненное положение короля? Ну, стесненное положение короля, потому что, как бы, его фигуры какие-то неприятельские стесняют. Да, ну, как еще можно это называть? Вот со стороны белых стесняет его слон. И благодаря чему, как это слон, каким образом он стал стеснять черного короля? Почему так произошло? Такая вот генеалогию изучить, да? Как это возникло? То есть бабушку, дедушку узнать шахматную, как это так происходило? Ну, потому что, во-первых, преимущество двух слонов и его... Да, нету оппонента, белопольного оппонента, который белые поля бы прикрыл. А еще что можно добавить? То есть... То, что слабые белые... Да, да, очевидно, очевидно. Слабые белые поля, потому что какие-то пешки, которые могли перекрыть эти белые поля, контролировать эти белые поля, они исчезли с доски. В том числе пешка и всем, важная пешка, она являлась прикрытием белого, черного короля, перекрывала вот эту диагональ, стояла, когда она и всем. Она ушла, мгновенная диагональ возле короля ослабла, стал сквозить по белым полям, комплекс слабых полей образовался. Такой сквозняк и моментально оттеснил, ну, оттеснился черный король, стал стесненный. Ну, то, что мы только что назвали. Я как бы просто повторяю это, дублирую, да? Вот, ферзь уже в атаке как бы находится, он уже смотрит на противостояние с черным королем, присутствует. Какие фигуры еще здесь могут поучаствовать в атаке над черного короля? Вот это ферзь и ладья, это самая главная фигура. Ферзь и ладья, ну, они, да, могут поучаствовать, а что еще есть, кроме этого? Слон и слон, два слона, это очевидно. То есть, просто вот, так знаешь, вот, один плюс один, арифметика. Вот, два слона, ладья и ферзь, четыре фигуры. Мотив, то, что король черных, он стесненный, то, что возле него слабые белые поля. Такой очень очевидный, простой мотив. Но как это все реализовать, надо посмотреть. Ну, вот у меня был такой план, то, что ферзь бьет коня, то есть, пешка ест, там открывается вот этот вот... И у меня такой план, Ехор, ты знаешь, и у меня такой план и желание огромное. Ну, там слон просто... Я смотрю, что вот сейчас не получается. Ну, да. А что же сделать, чтобы получилось? Оно напрашивается, вот это взятие какое-то. Если разменять, то есть есть слона, то там сидят нашу ладью. Если пофантазировать, бывают, знаешь, бывают еще вот такие ходы. Сюда, например, ну, я так вот фантазирую немножко. И вот таким образом еще мат бывает ставится. Если включить фантазию, просто матовая конструкция, вот чем больше знать матовых конструкций, тем легче играть. То есть еще бывает и такое вот. Если бы ладья могла вот тут стояла по пятой линии, то мгновенно бы решала взять ее ферзем. Если бы ладья на f5, например, стояла. Ну, да. А как же тут выиграть, вот непонятно. Оно и хочется, и напрашивается. И до конца неизведанная ситуация. А если ферзь h6? Ты знаешь, и мне такое в голову бросилось, что ферзь h6 как бы напрашивается. Ну, угроза она сейчас не несет никакой. Дело вот в чем, что угрозы нет. Угроза тут взять, только что взять на f6 угроза, это просто парируется там, допустим. Ну, вот таким взять. Хотя идея мне тоже какая-то понравится, что вот это все закрутить. Это хорошо, что видишь, что в голову тебе приходят такие хода. Как бы, что их не надо бояться, что вот так вот фантазировать, что-то куда-то лезть, вот это все крутить, вертеть. Страха, чтобы не было. Вот это огромный плюс. Потому что знания, знания, опыт они пройдут, а преодолеть страх надо сразу же, чтобы уметь, знаешь, чудить, чудить, фантазировать. Мне знаешь, какая идея даже понравилась? Вот, допустим, если здесь взятие, что-то вот мне как бы вот такая идея понравилась. Ну, здесь оно перекрывается сейчас. Вот мне такая идея. Конструкция матовая интересна. Вот даже вот так. Фильзя нету, и слон-сладей объявляет мат. Но дело в том, что не получается. Хочется, а не получается. Что-то здесь оно такое крутится, что-то оно здесь в этом есть все. А как это все реализовать, найти, тоже непонятно. Я сам, честно, сам немножко напряжен. Сам не вижу решения, чтобы тебя не обмануть. Ну, а если владяй, допустим, идет на Ж4, то там просто слон-сладей. Ну, да. Можно, например, конем забрать, и мата здесь не получается. Конь забрал, мата нет. Ну, идея-то понятно, что владяй Ж4 и сюда. Ты знаешь, а никаких у нас решений нету темпов. То есть сейчас на данном, на данном этапе лишний темп у белых есть. Вот, допустим. Даже вот знаешь, мне как хочется сыграть. Просто побить, и, например, владей пойти вот сюда, с угрозой сюда пойти. К примеру. Ну, тут, правда, контр-взятие какое-то есть. Но все равно грозит владяй Ж3, и как бы мгновенной защиты нет. Разве что перекрываться как-то. Но это не смотрится. защита все равно есть. Видишь, совываем, совываем, и никак не насовываем. Что же здесь делать? Если просто слоном побить. Вот, ладить ладью побьет. Если пойдет вот так вот. Если заберет ладью, как играть? Если конец, все забрать. Да, да, я тоже буду. Вот так вот. Ладье, если взять мат, пешка, если взять мат, если забрать здесь, то просто можно отойти и лишняя фигура образовывается. Очевидно. Поэтому бить ладьей нельзя. Если бить пешкой, ну как бы выигрыша тоже очевидного я не вижу. Странно, странно все это. Все это очень странно. Хотя выигрыш есть вот такой вот. Побили здесь. Слон пошел сюда. И куда бы ладья не пошла, а ладья еще вот сюда может защититься. Все равно не может здесь на G6 побить. И даже на G6 даже может и ладьей забрать. И все равно, все равно выигрыша не видно. Странно. Очень все странно. Главное, что это за белых. Давай подсказку поглядим. Говорит, ты знаешь, хитро здесь все очень. Тут все очень хитро до ужаса. Тут вот самое слабое поле, какое у белых сейчас? Самое подверженное нападению, самое главное для черных. G6. G6, а еще какое? G6. H7. Здесь уже король. Уже самого опасного поля, кроме H7, трудно найти, потому что за этим полем скрывается король по прямой наводке. И очевидно, что это поле G6, оно слабое, потому что пешки в 7 нету, только H7 защищает. А в данном положении даже H7 не защищает это поле, потому что оно связано. И вот тут хитрый такой ход, слон D3. И я тебе хочу сказать, я бы сам не факт, чтобы его нашел. Даже если бы нашел, еще надо его рассчитать, и рассчитать сложно. Угрозы какие? Угрозы слон G6. Поменяться, поменяться, ладью защитили, такое слабое поле у нас образовалось. Ты знаешь, еще не факт, что я еще сам выигрыша не вижу. Как играть теперь черным? Допустим, они побили слонов. Ну, если мы побили нападение? А здесь нападение, да. Да. Значит, тут не робкого десятка попались белые, и они прямой наводкой играют. Они играют ладья H4. На самое слабое поле. Допустим, король, если, если H6, то феррик забрал матовые угрозы. Он отсюда живым не должен выйти. Этот, этот, как бы, ладья H4, напали на H7. Вот так вот. А если, если ладья забирает на H5, тогда какой ход сделать? А, ну, тогда, тогда более очевидно получается. Слон Е5. А что здесь за выигрыш? Слон G6. Шесть. А, здесь выигрыш фигуры. Вот такой вот. А, здесь выигрыш фигуры. А, здесь выигрыш фигуры. А, здесь выигрыш фигуры. А, здесь выигрыш фигуры.